здравствуйте если верить данным представленным этим фильмом то многое совпадает с вашими представлениями о революции спасибо вот это вот как раз этот фильм небольшой ролик порядка 20 минут который просто необходимо посмотреть чтобы иметь представление о том как коммунисты обманывали народ советского союза рассказывая им сказку о том как при царизме было плохо вот эти все страсти и ужасе и мордасти которые были выдуманы действительный уровень того что происходило в те времена и того как бы мы жили сейчас вы можете понять вот из этих фактов изложенных в этом материале я посмотрел прям серьезный материал это тихон шевконов это очень хороший наш православный священник интеллект этого человека вызывает уважение просто не касательно даже этой темы вообще поэтому рекомендую посмотреть пожалуйста переходим к фильму без всякого преувеличения можно сказать что 13 13 14 довоенном году уровень жизни рабочих в российской империи был такой о котором в дальнейшем приходилось только мечтать есть такой расчет сколько картофель можно купить на среднюю зарплату рабочего служащего и так далее так вот на среднюю зарплату российского рабочего в 1313 году можно было купить больше чем полторы тонны картофеля в благополучных восьмидесятых начало восьмидесятых годов чуть меньше тонны а скажем в 2008 году только 600 килограмм но такое благополучие было конечно не всегда до 1905 года положение рабочих во многом было очень тяжелым жизнь в бараках зачастую антисанитария медицинское обслуживание отсутствие профсоюзов но после событий 905 года после потрясающих совершенно реформ перепуганного правительства положение по-настоящему улучшилось тринадцатому году 30 процентов рабочих жили в съемных квартирах а 70 процентов рабочих жили либо в собственных квартирах либо получали бесплатное жилье 70 процентов рабочих 1913 году в 1906 году появились профсоюзы в 1912 году было введено обязательное страхование рабочих раньше чем в европе и соединенных штатах америки это в российской империи и президент соединенных штатов америки уильям тафт сказал ваш император создал такое совершеннейшее рабочее законодательство в вашей стране в российской империи которым не может похвастаться ни одна другая страна конечно время было военное и очень тяжелое но в российской империи тяготы войны ни в какое сравнение не шли с теми испытаниями которые были предположим в германии и австро венгрии в россии не голодали а в германии от голода умерли миллион человек много удивительного непонятного и абсурдного открывается в нашей истории при внимательном взгляде на нее время было военное но рабочие требовали сокращения рабочего дня во многих странах рабочий день был 11 часов в россии девять с половиной часов иногда 8 в редких в редких случаях но сами подумайте война все силы брошены на оборону необходимо обеспечивать армию и оружием и боеприпасом обеспечивать тыл и в ситуации войны требовать сокращение рабочего дня есть здесь что-то абсурдное и в 1313 году и во время войны 14 15 16 годах россия была и оставалась одной из ведущих экономик в мире если посмотреть на то что представляла собой российская экономика то это будет по-настоящему поразительная и прекрасная картина в 1913 году российская империя производила 9 и 4 десятых процента валового внутреннего мирового продукта за время правления николая второго этого бездарного слабого никчемного неудачливого правителя промышленность россии росла невероятными темпами в четыре раза с 1894 года по 1717 год выросло производство чагуна в пять раз меди ткани в два раза каменный уголь в пять раз с двух до пяти миллионов увеличилось количество рабочих за 20 лет к примеру в 1901 году в россии добыли 12 миллионов тонн нефти в соединенных штатах 10 миллионов тонн и кстати в российской империи законом было запрещено экспортировать сырую нефть только продукт переработки в пять с половиной раз вырос государственный бюджет страны за время правления николая второго процентная ставка госбанка не превышала пять процентов золотой запас вырос почти в четыре раза доходы казны росли в россии без введения новых налогов и без повышения старых кстати в россии налоги были в два раза ниже чем скажем во франции и в четыре раза ниже чем в великобритании но самое главное достояние страны это ее народ за время правления николая второго за 20 лет на 50 миллионов выросло население россии что это означает это означает то что значительно улучшилось здравоохранение значительно уменьшилось количество младенческих и детских смертей значительно вырос уровень жизни в 1898 году в россии в российской империи была введена бесплатная медицинская помощь да еще была нищета многие и рабочие и крестьяне в конце 19 века жили весьма бедно но уже начались развиваться строится земские больницы земские врачи мы знаем это хотя бы по художественной литературе были образцами и профессионализма и самоотверженности в 1917 году две трети населения страны получали бесплатную медицинскую помощь и какого качества бесплатную прибавилось за 20 лет 50 миллионов населения до 1913 года начиная с начала века более чем в три раза возросли вложение государства в медицину по числу врачей россия занимала второе место в европе и третье место в мире уровень медицинской помощи был конечно же разным но больницы в больших городах в киеве в нижнем новгороде в москве в санкт-петербурге могли соперничать по уровню квалификации врачей и по оказываемой медицинской помощи с больницами европейских столиц именно в россии появились первые станции скорой помощи участковые врачи стали выдавать больным больничные листы женские консультации молочная кухня это то что впервые в двадцатом веке появилась именно в россии один из выдающих выдающихся организаторов медицины в европе эристман писал медицинская организация созданная российским земством было наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины это швейцарец пишет так как осуществляла бесплатную медицинскую помощь открытую каждому и имела еще глубокое и воспитательное значение образование в российской империи было одним из лучших в мире именно при николае втором а не при советской власти было начато дело всеобщего начального образования в 1908 году в дума поступил законопроект о всеобщем начальном образовании думаю затянула процесс утверждения этого закона но правительство николая второго начало дело и вот вам результат в 1920 году наркомат просвещения на компрос решил поисследовать а сколько же подростков грамотная на 1920 год и с изумлением красные комиссары обнаружили что процент грамотности среди подростков с 10 до 16 лет 83 процента гражданская война с 18 года очень многие школы не работают разруха это были как раз те дети которые и в церковно-приходских школах и в светских школах получали начальное образование более чем в шесть раз вырос бюджет на образование за время правления николая второго 10 тысяч учебных заведений ежегодно открывались по всей территории российской империи россия занимала третье место в мире по количеству студентов такое же как великобритания мы делили это третье место с огромной гигантской самый большой в мире на тот момент державы и особой заботой и императора николая второго и всех кабинетов его правительств был транспорт громадная страна вопрос транспорта номер один российский речной флот за годы правления николая второго стал первым в мире более чем в два раза увеличилась протяженность железных дорог знаменитая транссибирская магистраль была построена за 14 лет абсолютно рекордные сроки и и начинал когда еще наследник николай александр и это было в общем-то делом его жизнь он был шефом строительства этой железной дороге по благословению его отца императора александра третьего чтобы понять насколько сложно и беспрецедентно удачно было это сравнить по строительству давайте сравним транссибирская магистраль самая крупная в мире стратегическая дорога строилась со скоростью 500 километров в год это по нашим сибирским лесам рекам бесконечным болотом для сравнения немцы строили железную дорогу стамбул багдад со скоростью 120 километров в год понятно что условия строительства там были совершенно другие на юге а англичане задумали построить трансафриканскую дорогу каир кейптаун прокладывали ее со скоростью не 500 километров в год как transit а 300 километров в год что тоже в общем-то очень неплохо но так и и честно говоря и не достроили ну и для сравнения в ссср знаменитая байкала амурская магистраль по тем же лесам по той же тайге по тем же болотам вся страна участвовала в этом строительстве темпы строительства не превышали 200 километров в год другая важнейшая железная дорога была проложена при николае втором в мурманск собственно говоря николай второй и основал этот город романов на мурмане темпы роста промышленности благосостояния населения темпы прироста населения были настолько беспрецедентными что наш великий ученый дмитрович менделеев представил обществу абсолютно научный прогноз к двухтысячному году население россии должно было составить почти 600 миллионов человек сейчас зная что нас 147 миллионов задаешься вопрос а что же собственно говоря произошло но прогнозы делались не только нашими отечественными учеными в 1212 году в россию прибыл французский экономист эдмон тари он был главным редактором крупнейшего французского экономического журнала приехал к нам с группой своих сотрудников по поручению нескольких французских министров франция в то время была одним из основных наших кредиторов мы получали довольно большие займы у французской республики и в задачи эдмон де три входило проанализировать насколько российская экономика стабильно и сможет справиться с теми задачами которые ставит царское правительство начиная с 1913 года а к семнадцатому году должно было произойти в том числе и перевооружение российской армии и вот отдадут ли русские кредиты французским банкиром не блеф ли это вот была такова была главная задача главный вопрос поставленный перед французскими экономистами и вот что пишет в своем заключении эдмунд ирия побывав и в россии и исследовав ее экономику если дела европейских наций будут с 1912 года по 1950 идти также как они шли с 1900 по 1912 россия к середине текущего века будет господствовать над европой как в политическом так и в экономическом и финансовом отношении на самом деле так оно и получилось россия к середине двадцатого века стала одной из ведущих экономика в мире 2 22 кажется процента мирового ввп был у советского союза но какими жертвами какими усилиями какой страшной кровью был были достигнуты эти экономические успехи ничего подобного принудительному труду в гулагах нищенским зарплатам рабочих отсутствием зарплат у крестьян и практически крепостным правом вторых трудо днями когда у крестьян не было и паспортов они не могли выехать из своих деревень репрессиями отсутствием элементарных свобод вот ничего этого не было в российской империи и именно вот такими небывалыми страшными народными усилиями была был достигнут расцвет экономики в нашем прекрасном замечательном государстве я без всякой иронии говорю я родился в этом государстве в советском союзе но без боли невозможно думать о том какими жертвами давалось это великое и необходимое могущество советского союза вот это факты это факты о нашей жизни о том что в результате внешнего вот этого внешней инвазии внешней агрессии было разрушено в нашей стране наша страна наша мощь была уничтожена все остальные наши достижения были уже в результате перемоги несмотря на ту кровь которую мы породили на то замедление в нашем развитии мы все равно достигали чего-то там летели в космос и так далее если мы двигались бы естественным путем мы бы были гораздо дальше мы бы были гораздо сильнее и гораздо мощнее люди которые продолжают топить за коммунизм сейчас 21 веке это вредители это конченые слабоумные товарищи не слушайте коммунистов это враги нашего общества ни в какой коммунизм нам нельзя социализм да но социализм без коммунистического хозяйствования без коммунистической формы собственности мы должны развиваться социалистическим путем но без коммунистического принципа с вами был Виктор Катючек научный трибунал иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если у слов нет значения значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мыслить что-нибудь одно это первый закон в логике но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию по интернету с вами был Виктор Катючек телеканал научный трибунал субтитры 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 субтитры